Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что вы решили посмотреть это видео. Я надеюсь, что это потому, что вам понравилось предыдущее видео, где я рисовала это дерево. И теперь вам интересно узнать, что случится дальше. Напомню вам, что это не бумага. Это холст для акварели. И этот холст был какой-то очень необычный. Одна сторона у него была мягкая, а вторая сторона на ощупь была как отштукатуренная стена. На этом холсте первый слой акварели очень плохо прилипает, и краска эта стекает, как будто вы рисуете по стеклу или почти по стеклу. А второй слой акварели прилипает очень хорошо, но он перестает быть прозрачным. Конечно же, еще в этом есть и моя вина, так как я не эксперт работы на акварельном холсте. И я еще немножко забегу вперед. Третий слой краски нанести почти невозможно. Когда второй слой краски, который хорошо прилипает, высыхает, и потом вы хотите добавить какие-то детали, то это сделать, в принципе, невозможно, потому что кисточка буквально слизывает краску с предыдущего слоя, и у вас остаются светлые полосы. Идея в этой работе у меня какая? На заднем плане у меня там что-то происходит. Какие-то деревья виднеются, какие-то, возможно, кусты. Может быть, немножко там какие-то дома будут. Пока этих домов нет, но я о них уже думаю. Само небо и воздушная атмосфера между деревом, кустами, водой должна показывать, что только что прошел дождь. Все эти случайные потеки мне пригодятся. Что касается дерева, это все еще мой центральный объект, на который должно попадать все первое внимание, и поэтому дерево я хочу сделать более яркое и зеленое. Зеленый я сделала на основе изумрудной краски, и просто в нее добавила немножко разных других красок, чтобы поменять этот оттенок, чтобы он не был уж такой ядовитый. И, в принципе, эту краску я сейчас везде наношу, чтобы как-то оживить это дерево, чтобы оно получилось более зеленое и более привлекательное. Я вам хочу признаться, что к этому моменту эта работа, как акварельная работа, для меня уже потеряла интерес. И в данный момент я рассматриваю эту работу, как подмалевок для будущего акрила. Вообще-то на этом холсте нужно иметь даже больше терпения, чем когда вы работаете на бумаге. И яркость цвета меняется очень сильно. И в данный момент все кажется такое яркое, и даже сливается с этим деревом. Но в конце я вам покажу эту работу, когда она высохнет, и вы удивитесь, насколько изменится яркость и вообще весь общий вид этой работы. Вы, наверное, наблюдаете за этим и думаете, что она сделала? Было такое красивое небо. Что она сделала? Добавилось только серого, и там какие-то непонятные пятна. Не боись, все будет нормально. На самом деле, эта работа была окончена несколько дней назад, и я уже ее выставила в Инстаграм, и мне лично она понравилась. Я осталась довольной результатом. Я даже теперь думаю, какую бы подобрать раму, и это будет одна из тех работ, которые мне не стыдно повесить где-то у себя дома на стене. Теперь я хочу нанести основу для травы, и к этому времени у меня полностью высохнет задний план. А дальше я хочу этот задний план как-то более объединить. Даже лучше сказать, не объединить, а смягчить. Я просто хочу задний план еще раз покрыть водой. Мне очень не нравятся эти светлые пятна на заднем плане. Сам серый цвет мне нравится. Он как раз создает даль. Но пятна, которые там сами собой получились, мне совсем не нравятся, и у меня получается все внимание на эти пятна, а не на дерево. Поэтому задний план мне надо смягчить, замыть, чтобы все эти светлые места полностью ушли. Вообще-то нет, полностью не надо. Текстурность на заднем плане мне как раз очень нравится. Просто мне надо, чтобы в этих серых каких-то массах не было четко белых пятен с четкой белой границей. Бело-серой границей, скажем так. Но вот даже сейчас я считаю уже лучше. Теперь мне просто надо подождать, когда это все высохнет. Холст высыхает по-другому, чем бумага. Вся эта краска попадает в эти ниточки и начинает постепенно переходить по этим ниточкам. И я уже заметила, что высохшая работа на этом холсте выглядит намного больше размытая, чем работа на бумаге. Вот все, что сейчас кажется резким, и резкий переход цвета, и резкие линии, все это расплывется и будет такое очень даже размытая. Я, когда это поняла первый раз, то была очень удивлена. Вот все эти четкие линии, вся эта четкая трава, которую я сейчас провожу на первом плане, при высыхании все это размоется и будет давать такой очень даже интересный эффект. Если к этому холсту привыкнуть, то можно создавать очень интересные работы, и никто не будет знать, как вы это сделали. Вот эта работа полностью высохшая. Посмотрите, как это выглядит. Мне лично такие работы очень нравятся. Вся эта размытость для меня очень привлекательна. Но я не говорю, что это я такой мастер и так сделала. Этот холст это все сделал сам. Я даже этого не ожидала. Из-за того, что он так промокает, из-за того, что он так долго держится мокрый, получаются вот такие эффекты. На этой ноте я буду заканчивать свое видео. Спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Обязательно возвращайтесь в следующий раз, потому что я начинаю акрил. До свидания. Успеха вам. Всего хорошего.